Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня я хочу показать вам капусту, которую я посеяла 9 апреля в лоток. Это ранняя капуста, я говорила, что я не буду ждать, когда в теплице наступит благоприятный климат посея в лотке. Хочу сказать, что взошла она быстро, буквально через 3 дня. Вот 9 апреля я ее посеяла, вчера, 13 апреля, я уже увидела первые всходы. И вот я сейчас расскажу вам, что теперь с ней нужно делать, чтобы ее сохранить. Если до этого я говорила, что при посеве нужно сильно-сильно увлажнить воду, что она любит влагу и холод, я ее выставила вот в холодную теплицу, то теперь режим полива нам нужно резко поменять. Теперь ее нельзя переувлажнять, потому что если будет грунт влажный, у нас появится обязательно черная ножка. Черная ножка это бич рассады капустной, это первый ее враг, от которой половина посевов люди теряют. Так что теперь мы будем ее очень-очень осторожно поливать и только по мере высыхания грунта. Вот сейчас, так как я полила ее сильно хорошо, земля у нее очень-очень влажная, и я буду ждать, пока она не высохнет. Дня 2, 3, а может быть даже 4 я ее поливать не буду. Сейчас самое главное, что вы должны сделать, если у вас вот такой лоток побольше света и поменьше воды. Лучше всего в холодной, в прохладной такой температуре. Вот у меня эта теплица поликарбонатовая, в ней днем сейчас у нас 5-6 градусов, вечером, ночью будет возможно даже 1-2, может быть даже 0. Для нее это прекрасные условия. Холод, свет и мало влаги, и у вас будет хорошая здоровая рассада. Потом через неделю я вам покажу, какая она будет, и будем сравнивать, какая в теплице, в холодной, которую я посеяла, рассада вырастет, и какая вырастет в лотке. У кого нет холодных теплиц, я еще раз повторюсь, как только взошла ваша капуста, выставляйте на балкон, на лоджию, ставьте на холодный подоконник, чтобы было много света и прохладно. И у вас получится прекрасная здоровая рассада. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это вот сходы капусты, посеянной 9 апреля.